МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я надеюсь, что эти переговоры также помогут обеспечить доставку гуманитарного груза для жителей Донбасса. Челый, в свою очередь, отметил, что необходимо как можно быстрее отвезти военную технику и выйти на линию разграничения, координаты которой закреплены в меморандуме. Кроме того, ВБСЕ намерены в ближайшие месяцы увеличить миссию на Донбассе до 500 человек. Это позволит существенно усилить эффективность мирного урегулирования ситуации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За ночь боевики 16 раз обстреливали позиции украинских военных. Об этом сообщает спикер А.Леонид Матюхин. По его словам, ситуация в зоне проведения силовой операции остается сложной. Боевики продолжают вооруженные провокации и открывают огонь по местам дислокации из всех видов оружия. Из стрелкового оружия были обстреляны станица Луганская, Чернухина, Никишина, окраины Сокольников. Из минометов Маренко, Славная, Майорск, Шумы и Пески. Дважды за ночь боевики применяли артиллерию в Степном и Шумах. На северо-восточном направлении от Мариуполя 8 раз зафиксированы полеты беспилотников противника. Боевики проводят ротацию своих формирований. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. В направлении населенного пункта Трехизбенка выдвинулись группы противников в составе четырех танков и шести боевых бронированных машин. Со стороны Озеряновки в распоряжение террористов в Горловку прибыла колонна снабжения. Это 12 грузовиков и 5 танков. Также отмечено перемещение вооружения и военной техники в районе Бахмутской трассы. В частности, зафиксированы батареи самоходных хард установок «Гвоздика». Путинские так называемые гум-конвои – это вторжение в Украину. Такое мнение выразил глава Московского городского отделения российского Красного Креста Игорь Трунов. По его мнению, Россия нарушает нормы международного гуманитарного права, поставляя такие конвои на территорию Донбасса в оккупированные районы. Глава российского отделения Красного Креста разделяет беспокойство международного сообщества и украинских властей относительно этих грузов. В первую очередь это касается поставок оружия и боеприпасов террористам на восток Украины под видом гум-помощи. Он заявил, что, скорее всего, опасения небезосновательны и в грузовиках действительно было вооружение для боевиков. Президент Казахстана призвал мировых лидеров найти компромисс по украинскому кризису. Нурсултан Назарбаев порекомендовал главам европейских государств лично сесть за стол переговоров. По его мнению, войну необходимо остановить и вернуть нормальную жизнь всех государств как можно быстрее. Он напомнил, что на днях совершил рабочий визит в Украину и, по его словам, корень всех проблем в нестабильности. Он подчеркнул, что люди нуждаются в мире и спокойствии, которого можно добиться только дипломатическим путем. Украина предложила возложить на Россию всю ответственность за ядерные объекты в оккупированном Крыму. Об этом сообщил глава госинспекции ядерного регулирования Украины Сергей Башко. По его мнению, соответствующие поправки к конвенции о физической защите ядерного материала уже поданы в МАГАТЭ. Он добавил, что Россия пыталась формализовать принадлежность ядерных установок Крыма за собой. Однако никто из стран-членов МАГАТЭ не подтвердил принадлежность этих объектов Кремлю. Кроме того, была приостановлена лицензия Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности на право эксплуатации исследовательских реакторов в Крыму. Основанием для такого решения стало систематическое нарушение университетом законодательства Украины. Тысячу пряников получили танкисты отдельной механизированной бригады в зоне АТО от учеников одной из школ Днепропетровска. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Это уже не первая акция, которую организовали дети из этой школы. Начиная с лета, они регулярно проводили благотворительные ярмарки, а на вырученные средства покупали необходимые вещи для бойцов АТО. Командир танковой роты отметил, что такие действия значительно повышают моральный дух солдат, поскольку в каждый собственноручно изготовленный талисман школьники вкладывают свое тепло. В правительстве назначили дежурных министров на новогодние праздники. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина. График дежурства расписан с 1 по 4, а также с 7 по 11 января. В соответствии с документом, 1 января дежурить будет министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко. 2-го и 3-го, министр информационной политики Юрий Стейц. 4-го, министр агрополитики и продовольствия Алексей Павленко. 7-го, министр молодежи и спорта Игорь Жданов. 8-го, министр внутренних дел Арсен Аваков. 9-го, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. 10-го, глава МИДа Павел Клинкин. Ну и 11 января министр регионального развития строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Барак Обама заявил, что на следующей неделе США завершат боевую миссию в Афганистане. Об этом он сообщил во время праздничного рождественского ужина на базе морской пехоты США на Гавайях. Решение о завершении боевой миссии, отметил он, было непростым. Тем не менее, конфликт, начавшийся в 2001 году длиной в 13 лет, находится на стадии завершения. Президент США положительно оценил чрезвычайную службу американских войск в этой стране и подчеркнул, что благодаря этому Афганистан имеет шанс восстановиться. Это был важный год. Мы принимали участие в боевых действиях на протяжении 13 лет, долгих 13 лет. Но на следующей неделе мы, наконец, завершим боевую миссию в Афганистане. После непревзойденной работы наших вооруженных сил у Афганистана появился шанс восстановиться самостоятельно. Мы в безопасности. Я уверен, что больше никаких террористических актов не будет. Часть наших подразделений остается в Афганистане, чтобы помочь местным структурам и органам. Ангела Меркель стала Человеком Года по версии издания «Таймс». И, как отмечается, почетного звания канцлер Германии удостоилась за сохранение стабильности в Европе. Британское издание также отмечает, что Меркель была выбрана главным образом за вклад при проведении напряженных переговоров Запада с президентом Владимиром Путиным после аннексии Крыма. «Таймс» сообщает, что канцлер продемонстрировала себя в роли исключительного деятеля, когда отношения между Востоком и Западом были на грани самого опасного геополитического кризиса со времен Холодной войны. В одном из пражских музыкальных клубов состоялся концерт в поддержку Украины. Его организаторы – чешские и украинские активисты пражского Евромайдана. Кроме них, в концерте также приняли участие музыканты из США. Публике концерт понравился. Они активно откликнулись на призыв собрать средства, чтобы купить необходимые вещи и лекарства для украинцев из зоны АТО. В настоящее время пражские активисты готовятся к поездке в Украину, чтобы передать закупленное термобелье и другие необходимые вещи жителям Донбасса. И далее в нашем эфире курсы валюты и цены на бензин. Увидимся! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.